Всем привет! Сейчас я продолжу рассказывать то, что я знаю про МК Ультра. Вначале хочу сказать, что если вы в состоянии отмахнуться от этого всего и списать это на то, что я ненормальная поехавшая, я за вас счастлива. Правда, классно. Я вам завидую. По поводу того, ответа на вопрос, почему мы так мало знаем, есть такая крылатая фраза «Мы знаем о победителях гораздо больше, чем о побежденных». На этой планете так было, так есть и, наверное, так будет. Если вам по телевизору Соловьевски-Селевым не рассказывают о чем-то, это не значит, что этого нет. Вот, значит, в прошлый раз я вам показывала вот этот перевод Рона Паттона, но Рон Паттон не единственный, кто в Америке рассказывает про проекты ММК Ультра и, в частности, про проект «Монарх». Ну вот эта статья есть на русском. Значит, но вначале еще хочу упомянуть такой прекрасный роман. По нему аж два фильма поставлено «Маньчжурский кандидат». Вот странное название, казалось бы, да? Что это такое? «Маньчжурский кандидат». Здесь интересный сюжет. Американцы попадают в плен во время войны корейской. Значит, и потом возвращаются домой. И вдруг у разных людей начинаются кошмары похожего содержания. Выясняется, что коммунисты завербовали одного из них во время пленения и сделали его агентом глубокого внедрения. То есть он сам не понимает, что работает на коммунистов. Это убийца без совести. Его подсознание активируется при виде карты «Бубновая дама», а манипулятором выступает его собственная мать. Он подчиняется приказам и потом полностью их забывает. И при желании можете посмотреть оба этих фильма и увидеть, как это происходит и для чего, по официальной версии, нужны были такие проекты. Для использования агента другой страны в своих целях. Теперь кратко расскажу про типы рабов. В статье на русском языке это называется «Уровни монархпрограммирования». Каждый человек, каждый их, тот, кого они используют, программируется обычно по какому-то определенному типу. Я бы сказала, что это типы. Тут немножко сложновато написано, я слегка упростила. Альфа – общее, обычное программирование. Закладывает основы контроля личности. Характеризуется высокой способностью запоминания, большой физической силой и визуальной активностью. Но я вам в предыдущем ролике говорила про то, что люди с расщепленным сознанием способны много запоминать, и у них фотографическая память. Бета – сексуальное программирование. Самые высокие бета – это президентская модель. То есть это проститутки, которых используют для политических лидеров. И, например, политики США, президент и Белый дом, они своих проституток дают пользоваться лидерам других стран. Больше всего известно именно про бета, потому что звезды кино и шоу-бизнеса демонстрируют больше всего демонстрируют, что они являются запрограммированными именно на уровень бета. Дельта – программирование убийц, изначально разработанное для тренировки специальных агентов и элитных солдат. И можно вспомнить название Дельта Форс. Это субъекты без страха, тщательно выполняют свое назначение. Инструкции по самоубийству и саморазрушению заложены у них уже. То есть в случае чего, допустим, звонок по телефону, называют кодовое слово «человек выбрасывается из окна». Тета – убийцы-телепаты. Могут вызвать у жертвы разрыв сосудов головного мозга в любой момент, в любом месте. Общаются телепатически с матерью, которая сообщает им, кого и когда и где нужно убрать. И оказывается, есть фильм «Убийца-телепат» американские 70-х годов. Гамма – это обманщики. Они занимаются дезинформацией. Ну, это, наверное, журналисты, всякие ведущие новостей. Не у нас. Я не говорю, что у нас такие. Наверное, в Америке. Потому что, когда смотришь их новости, там какие-то говорящие головы, люди вообще без совести, которые молотят по бумажке, не стесняясь. То есть, ну, это вообще какие-то… Омега – это те, у кого заложена программа самоубийства и члена вредительства. И вот вы удивляетесь, как это они меняют пол, делают кучу пластических операций. Вот у меня возник сразу пример. Я вспомнила, я про этого человека читала. Тут сверху реклама открылась. Значит, человек потратил 50 тысяч долларов и сделал больше 100 процедур, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина. И вот такой мальчик, 22 года ему. Винни Ох. Нормальное имя, да? Значит, он вот таким себя уже сделал, и он дальше планирует убирать у себя гениталии и пупок. И вот вы, наверное, думаете, что таких людей не бывает, да? Потому что в вашем окружении таких нет. Потому что у вас психика нормальная. Вот справа внизу прокручивается маленький ролик, где он там кривляется, изображает кошку или не знаю кого. Вот такие пока два примера. Значит, я уже вам рассказывала про фрица Спрингмейера. Американцы говорят, что он произносится Спрингмайер. Он, в другой своей книге, он перечисляет 13 семей, потомственных иллюминатов. И он утверждает, что вот эти вот представители этих 13 кланов, они правят миром. Возможно, у них тоже есть кукловоды, но они являются самыми богатыми, влиятельными. И они есть и в политике, и в бизнесе эти, и в королевских семьях. Вот 13-е мировинги. И они соединяются либо внутри своего рода, либо между собой. То есть никого извне в эти семьи не принимают. И в проектах МК «Ультра» и в подпроектах используются два типа рабов. Первый тип – это вот эти «бладлайнерс», то есть люди из вот этих семей, где покровные линии из поколения в поколение практикуются сатанизм, инцест, педофилия, убийства. То есть у них это, как говорится, в крови. И для них это норма жизни. Они так живут много-много лет, и они так воспитаны. То есть у них другая совсем мораль, и не надо судить их по себе. Второй тип рабов – это так называемый расходный материал. Одноразовые люди. Они меньше ценятся. Их часто приносят в жертву для устрашения вот этих иллюминатских рабов. То есть получается, когда их программируют, часто они группами, эти дети, собраны. И кого-то убивают, все остальные боятся и понимают, как нельзя делать. Но при этом убивают расходных, не иллюминатских. Иллюминатских выращивают дальше, чтобы использовать. Где они берут, понятно, первый тип в этих семьях, потомственных. То есть из поколения в поколение они калечат своих детей, потому что они сами искалечены. Они думают, что так и должно быть. То есть они запрограммированы на очень глубоком уровне. Соответственно, они запрограммированы подчиняться власти, в том числе церковной. И они все очень религиозные. Конечно, другой вопрос, во что они верят, в Бога или в сатану, второй тип, где берут. Дети, отданные в приюты. Дети после стихийных бедствий. Я недавно слышала, что был скандал. Выяснилось, что после одного из цунами где-то в Азии одна организация американская скупала детей. Берут в исправительных учреждениях для несовершеннолетних преступников. То есть дети брошенные, которые не нужны своим родителям. Родители наркоманы, алкоголики. Ну, кто об этих детях будет вообще думать? Вот. Значит, в прошлый раз я кратко вам говорила про типы физического воздействия. Сейчас поподробнее техники. Вот замечательный материал. Оставлю ссылочки, конечно. Здесь очень-очень много и подробно, и более-менее несложным языком написано. Истоки идут из Египетской книги мёртвых. То есть это всё о древней оккультной практике. Чёрная магия. Вселение демонов. Это всё было. И те, кто сейчас занимаются этими проектами, кто стоит там у руля, они используют эти наработки. Вот Йозеф Менгеле. Стоит возле корзины. Дальше идут картинки из американских фильмов. И идёт список фильмов, где содержатся отсылки к МК Ультра. То есть символы, слова-триггеры, описываются методы воздействия. И очень много этих фильмов перечислено. У меня ощущение, что, ну, наверное, половина из того, что выходит в Голливуде, содержит это, всю эту гадость. Вот здесь картинка заводной апельсин. На этой картинке девочка-объект проекта, 961 год. Это рассекреченная фотография. То есть это официальная фотография из документов, которые в суде использовались. Это не просто какой-то фотошоп. Вот лежит ребёнок, посмотрите на взгляд. Значит, дальше. Оказывается, есть сериал 2009 года «Кукольный дом». Вот такой sci-fi, научно-фантастический сериал. В этом сериале рассказывается о секретной организации, называемой «Кукольным домом». Она находится в Лос-Анджелесе, в центре города. Но никто не знает, где, так как это место не существует. Ну что за бред вообще? А в домах живут активы или куклы. Это люди, которые подписали контракт, стираются у них воспоминания, закладываются другие воспоминания, и они выполняют задания. То есть они 5 лет работают по контракту, зарабатывают деньги. Вот, пожалуйста, пример программирования. Вот сцена из фильма «Кукольный дом», где девушка лежит, видно провода, то есть сейчас ей будут электрошок делать. Это бабочки монарх, и во многих фильмах используются именно эти бабочки в символике. «Дальше типы пыток». Ну сейчас, я думаю, слабонервным лучше выключить. Пытки, изнасилования, запирание в ящики, клетки, гробы и так далее. А также закапывание в землю. Часто с воздушной трубкой для того, чтобы кислород поступал. Привязывание верёвками, цепями, наручниками. Состояние близкое, как человек утонул, то есть топят до состояния, когда практически уже умер. Экстремальный жар, холод. Погружение в ледяную воду, прижигание химическими веществами. Снятие части кожи. Только верхние слои, потому что жертва должна остаться в живых. Вращение, как в центрифуге. Ослепительно яркий свет, электрический шок. Заставляют глотать вещества, опасные и вредные для тела. Кровь, моча, фекалии, плоть. Подвешивание в болезненных положениях и вниз головой. Голод, жажда, лишение сна. Сдавливают сверху весом. Сенсорная депривация, я говорила, это когда запирают в комнате надолго, лишают общения. Дают наркотики, которые создают иллюзии, вызывают амнезию. Иногда инъекции или внутривенно. Потребление токсических химикатов, которые вызывают боли, включая химиотерапию, то есть вещества, которые для химиотерапии дают людям. Тянут за руки и ноги. Прикладывают змей, пауков, личинки, крыс и других животных, чтобы вызвать страх и отвращение. Опыты на грани жизни и смерти. Переживания на грани жизни и смерти. Удушение или утопление. И моментальное возвращение к жизни. Заставляют свидетелями быть пыток и жертвоприношений по отношению к другим людям и животным. Обычно ножами. Заставляют участвовать в рабстве. Заставляют беременеть. Плод затем абортируется для ритуальных целей. Или ребенка забирают для того, чтобы принести в жертву или отдать в рабство. Спиритические насилия, чтобы человек чувствовал, что в него кто-то вселился. Внушают, что Бог плохой, потому что тебя изнасиловал Бог. Заставляют верить в сатану. Говорят, что причинят вред семье, друзьям, любимым, домашним животным и другим жертвам. Навязывают иллюзии и виртуальную реальность. Чтобы сделать так, чтобы когда человек придет и будет это все развенчивать, чтобы ему никто не поверил. Но это тяжело, даже это произносить очень тяжело. Я думаю, что поверить в это вам будет тоже очень непросто. Но если вы вспомните, в скольких фильмах вы вот это все видели, если вы задумаетесь, зачем это все показывают, то вы, наверное, уже начнете в это потихоньку верить. Дальше идут кадры из фильмов, отсылки к волшебнику из страны ОСС. Они часто используют радугу. Вот человек сидит с наблюдением над волнами в мозгу. Значит, вот это вот бета-программирование, я про него говорила, там есть такое секс-китен, сексуальная кошечка. Исследователи, вот эти альтернативщики считают, что женщина в образе кошки, женщина в леопардовой одежде, это признаки, что она является запрограммированной на вот эту роль. И очень много используется вот этой символики, в одежде. Ну, может быть, конечно, тут они уже преувеличивают, сложно сказать. Мы настолько привыкли видеть вот этих вот бабочек-монарх, видеть этот принт в одежде. Вот есть марка детская Hello Kitty. Ну, мы привыкли, может быть, это уже какой-то перебор у них. И они видят врага там, где его нет, но и вот дальше идет, ладно, отбросим эти принты. Ну, вот они перечисляют фильмы, фильмы, где это все используется. Я маленький список фильмов назову, их тут очень много. «Заводной апельсин», «Бойцовский клуб», «С широко закрытыми глазами», «Рыбокоп», «Вспомнить все», «Черный лебедь», «Остров проклятых», «Ви значит вендетта», «Темный рыцарь», «Вечное сияние чистого разума», «Человек-паук», «Гарри Поттер», «300 спартанцев», «Трансформеры», «Начало», «Аватар», «Шерлок Холмс», «Чужой», «Звездные войны», «Челюсти». Ну, я перечислила не все. Так, идем дальше. Дальше... Сейчас вам буду рассказывать. Вот скриншот. Женщина с Вали. Что написано внизу? Бывший участник сатанинского культа. Что она рассказывает? Она была программистом. То есть она участвовала в воздействии на детей. Сейчас тоже слабонервные продолжают не смотреть и не слушать. Воздействие начинается... Вот интервью с ней. Все ссылочки, естественно, оставлю. Потому что, ну, надо читать, проверять. И я тоже сама все проверяю, когда что-то где-то вижу в Ютьюбе. Открываю, там вижу скриншоты, нахожу эти статьи, читаю сама. Воздействие начинается в период с 7 по 9 месяца беременности. Матери кладут наушники на живот и играют очень громкую, очень негармоничную музыку. Тяжелый рок. Она должна есть горькие продукты, чтобы амниотическая жидкость имела горький вкус. Ну, то есть, чтобы ребенку было неприятно. Он же питается через маму в животе. Бьют по животу ее. Прикладывают к животу электрошок малых разрядов. Это делается, чтобы вызвать преждевременные роды. Причем, роды должны приходиться на сатанинские праздники. Сразу после рождения ребенка подвергают испытаниям, холодом, жаром, болью. Это делается с целью найти детей, напомню, в иллюминатских семьях, с определенными качествами, со способностью расщеплять личность и с быстрыми рефлексами. Используются ректальные зонды, анальное изнасилование, электрошок слабых разрядов на пальцы рук, ног и на гениталии, обрезание в ритуальных целях. Требуется начать фрагментацию сознания и приучить ребенка к боли и диссоциации. Его часто оставляют одного, обычно днем, а к вечеру приходят к нему, моют его, кормят, готовят к ритуальным сборищам. Эта женщина описывает, что в каком возрасте, какие воздействия производятся. И подробно описывает цели. Значит, создается у ребенка такая логическая взаимосвязь в мозгу. Материнское внимание связывается с участием в ритуалах, а культовые сборища связываются с чувством безопасности. То есть, когда светло, целый день он лежит один в своих фекалиях, неухоженный, немытый, плачет, голодный. А вот вечером пришли, и для него такая мозговая взаимосвязь, что вечером, ночью происходит все самое хорошее. Ребенок, такое существо, он должен постоянно быть возле мамы, в безопасности. И можно представить, как калечится психика, если вот так делать. Что они еще? Бросают ребенка с высоты на матрас и смеются, а он лежит испуганный. Помещают в клетке, в темную комнату, лишают еды, воды, сна. Травмируют глаза, прикладывают соль и перец. Это была вот эта женщина с Вали. И сейчас я кратко пробегусь по другим жертвам, про которых я знаю. Их гораздо больше. Бет Эккерт, вот на картиночке. Бывшая ведьма, происходящая из оккультной семьи. Пережила сатанинские ритуальные надругательства. В частности, как минимум, одна ее беременность была прервана примерно на середине срока. И девочка была принесена в жертву. И Бет говорит, что это самое ужасное из того, что она пережила. Вот такая женщина, у нее есть свой блог. К этому видео комментарий отключен. Видно, что ей тяжело рассказывать. Если вы знаете язык жестов, язык тела, вы поймете, что это человек, который ничего не придумывает. Она очень религиозная. Но у людей, которые пережили такие вещи, у них должны быть какие-то объяснения тому, что случилось. И вот они говорят, Иисус меня послал с такой миссией. Вот такая замечательная женщина. Еще вот такая есть, я послушала, Элиза. Она ничего шокирующего не рассказывает. Никаких таких вещей, которые могут шокировать, именно как ее пытали. Ну что она говорит? К ней после 30-ти стала сама возвращаться память. И она думала, что сходит с ума. И очень удивилась. И начала душевное восстановление свое после того, как встретила двух людей, мужчин, которые ей сказали, мы тебе верим, потому что мы такое встречали у других людей. То есть после того, как она поняла, что она такая не одна, она стала восстанавливать память. И жертвы говорят, что один из признаков того, что они переходят в другое, в альтер-эго, это когда они теряют контроль времени. То есть если человек не может вспомнить, что он делал с 10 утра до 8 вечера, значит он действовал где-то в другой роли. И она, и другие говорят, что, конечно, их бывшие хозяева пытаются на них воздействовать. Так просто их не отпускают. Так, Кэти Убрайен, очень известная женщина. Она в соавторстве с тем, кто ее и вытащил из этого всего, написала книгу «Трансформация Америки». Я ссылочку оставлю, книга переведена на русский. Ее вытащили в возрасте около 30 лет, как раз к возрасту, когда от нее должны были уже избавиться. Она родилась в 1957, то есть освободили в 87-м. Это время, когда уже было известно про проект МК Ультра. Очень тяжело читать ее книжку, но можно посмотреть интервью. Самое ужасное – это как манипуляторы играли на ее материнском инстинкте. И очень тяжело читать, где она описывает, как одновременно мучили ее и ее ребенка. И она смогла выйти и восстановить свою психику. А на момент, когда она дописывала книгу, ее дочь была в психиатрических клиниках, находилась постоянно то в одной, то в другой. И Кэти утверждает, что на ее дочери, то есть это начало 80-х, где-то в 80-м, в 81-м у нее ребенок родился, что на них, на этих детях опробуются уже более жесткие способы. То есть я делаю вывод о новой модификации средств, которые применяются в этом проекте. Есть вот такая женщина Сиско Виллер. Ну, у нее мало, по понятным причинам, мало фотографий. Она редко дает интервью. Ну, вот есть одно интервью на радио. 1998 год. Она в соавторстве с этим Фридсом Спрингмейером, про которого я уже говорила, написали вместе книгу. Книга называется, длинное название, «Формула иллюминатов по созданию необнаружимого раба под контролем сознания». Ее спасли, когда ей было около 40. И она себя ассоциировала с кошкой и не осознавала, что она человек. Ее манипуляторами были собственный отец и доктор Йозеф Менгеле. Вот она описывает один из примеров, как ее пытали. Четыре года ей было. Запирали в клетке в пустыне, в жаре, не давали питья. А рядом была клетка с кошками. Тут это все можно прочитать своими глазами. С людьми обращались плохо, их убивали. Но тогда она не понимала, что убивают одноразовых. А с кошками обращались хорошо. Так детей заставляли входить в роль кошек, девочек. Значит, и она себя ассоциировала с кошкой. Я вообще не понимала, что... Ну, вот так вот. И что она еще говорит? Что у всех рабов закладывается программа самоубийства на определенный возраст или этап. Например, рабы обычно умирают после смерти хозяина. У нее отец умер, вот ей было около 40. И она начала процесс восстановления. Она говорит, что ей постоянно угрожают, естественно. Звонят, ищут ее. Но у нее есть команда. Во-первых, женщины, вместе с которыми она была... Эти женщины тоже были рабынями. И они тогда приняли решение выйти. И у нее еще есть помощники. Она никогда не берет телефон, не выходит из дома одна. Всегда с ней кто-то рядом. Вот, еще есть такая женщина Ким Ноббл, художница. Женщина-жертва. Она рисует свои детские воспоминания. У нее 13 альтер-эго. Ну, я оставлю ссылку и не хочу эти картинки показывать. Я сейчас другие картинки покажу. Вот, еще есть такая в Голливуде Розан Бар. Которая, ну, это, конечно, не актриса уровня, а и не какой-то известный режиссер. Она потихонечку рассказывает в интервью. Ну, кто там, кто будет эту бабушку слушать? 60-70-летнюю. Она потихонечку рассказывает. Она тоже бета запрограммирована. У нее в одежде бывают эти принты леопардовые. И вот она дает интервью и телевидению, и в СМИ. Вот такие статьи выходят. МК Ультра правит в Голливуде. И есть еще на... В русском интернете жертва состанистов Фиона Барнетт. Ее не детские рисунки. Здесь картинки, явное действие происходит на военных базах. Вот, военные самолеты. Участвуют здесь президенты, Ричард Никсон. Вот, ребенок нарисовал то, что произошло. И такое придумать невозможно. Вот, значит, ну, вроде бы я основное рассказала про МК Ультра. Конечно, можно еще дальше рассказывать. Но не хочется занимать ваше время. Может быть, еще один ролик сделаю. В принципе, надо в идеале, конечно, копать. Самим открывать на английском. Читать, слушать. Чтобы полностью поверить. Потому что, когда вот так один раз просматриваешь, ну, кажется, бред какой-то, да? Так устроено наше подсознание, что новую информацию оно не хочет принимать. Причем информацию, которая противоречит тому, что раньше было у нас в нашей картине мира. Но если вот так вот несколько интервью смотришь, несколько статей, книжек прочитаешь, то оно уже заходит нормально. То есть здесь дело в количестве. С одного ролика 20-минутного вы не поверите. Вот, так что как-то так пока.